Сначала можем включать звуки животных и уточнять, какой звук ты сейчас услышал, кто это был. Затем это могут быть игры с колокольчиком. Например, родитель берет колокольчик или любую звенящую игрушку и может отходить. Он находится за спиной у ребенка, отходит в разные части комнаты. Если это маленький ребенок, то изначально мы издаем звук и ждем реакции. То есть ребенок должен повернуться в ту сторону, где он этот звук услышал. Если ребенок постарше, можно просить его назвать, из какой части комнаты он услышал звук. Также можно включать различные инструменты и тоже уточнять. Это сейчас играла гитара, это играла пианино и так далее. Но, наверное, самым таким важным аспектом в этом всем является непосредственно речь ребенка.